Мы говорим о профилактике заболеваний на Кубани. Сегодня наш собеседник, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Каравашкин. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с общего. Какие сейчас наиболее актуальные заболевания стоматологического характера? И изменился ли их характер за последние годы? Два самых распространенных заболевания стоматологических, они не меняются из года в год. Они остаются актуальными, наверное, еще будут долго и долго, так скажем, повестки дня. Первый – это кариес. По данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, 80% населения Земли поражены этим заболеванием. В некоторых странах заходит эта цифра и более 90%. И второе заболевание – это парадонтит, парадонтоз. То есть заболевание, которое раньше, в общем-то, поражало более старшие возрастные группы. На сегодняшний день он достаточно помолодел, и, в общем-то, ему все возрасты покорны. Начиная от молодых людей и заканчивая более зрелым возрастом. Вот эти две причины являются бичом, скажем так, в заболеваниях стоматологического профиля и поражают очень большие контингенты населения. У вас, кстати, даже у маленьких детей сейчас уже появляется в таком возрасте, казалось бы, не характерен кариес. Вот с чем связано с тем, что помолодели эти заболевания? Ну, кариес у детей, в общем-то, достаточно распространен. И распространен был всегда и молочного прикуса, и постоянного прикуса, когда меняется прикус. Первое-наперво – это, конечно, большую роль играет генетическая предрасположенность. Если у родителей кариес был, или в поколении родителей этого ребенка, то вероятность развития кариеса возрастает. И второе, конечно, в некоторых семьях, в некоторых детей – это недостаточная гигиена полости рта. То есть недостаточная профилактика кариеса, увлечение сладкими продуктами, сладкими напитками и недостаточная гигиена. Вот это является основными причинами возникновения кариеса у детей. То есть профилактировать кариес даже при, так скажем, генетической предрасположенности, но если проводить достаточно эффективные профилактические мероприятия, регулярная чистка зубов, посещение стоматолога, лечение кариеса в начальных стадиях, покрытия фиссур фторваком у детей, применение специальных зубных паст с содержанием фтора, то это, в общем-то, если не является гарантией, но, по крайней мере, вероятность поражения кариесом у детей, так, впрочем, как у взрослых, минимизирует. А что касается парадонтоза? Парадонтит – это, так скажем, полиэтиологическое заболевание. Что такое полиэтиологическое? Это многопричинное. Когда у какого-то того или иного заболевания мы знаем причину одну, мы направляем концентрацию своих усилий на эту причину и с заболеванием успешно боремся. А у парадонтита масса причин. В основе тоже зачастую лежит недостаточный уход за полостью рта, то есть за гигиеной, и дальше начинается масса соматических причин, то есть причин общего характера, то бишь изменения с возрастом в эндокринной системе, некоторые неврологические заболевания приводят даже к парадонтиту, заболевания желудочно-кишечного тракта. То есть с годами у нас накапливается груз болезней, которые как в зеркале отражаются в полость рта и поражают связочный аппарат зубов. То есть зуб, он не просто сидит в кости, вот как бы влитой, он находится на некой микросвязке, то есть на маленькой-маленькой мышце. И вот эта мышца поражается, и возникает подвижность зубов, кровотечения, гноетечения и так далее. Вот лечение парадонтита – это достаточно упорное заболевание, и здесь зачастую нам одним стоматологом с ним не справиться. Мы как бы на своде этого лечения заболевания, но тем не менее мы всегда человеку советуем, пациенту нашему советуем пройти обследование у многих узких специалистов. И когда это лечение комплексное, тогда оно эффективное. А существует ли ранняя диагностика стоматологических заболеваний? Входит ли это в диспансеризацию, например? Самая ранняя диагностика – это посещение стоматолога с профилактической целью. То бишь приход к врачу-стоматологу раз в полгода уже позволяет на ранних стадиях найти те или иные стоматологические заболевания. Для детей, как я уже сказал ранее, более актуально три раза в год. Вот при профилактическом приеме, то есть с кариесом в стадии пятна или в начальной стадии возможное обнаружение, ну и, соответственно, при этом тратится меньше усилий, энергии и меньше затрат на то, чтобы справиться с этим заболеванием на начальной стадии. Это относится к любому заболеванию. Диспансеризация в том виде, который она проводится сейчас в Российской Федерации, входит в обязательный осмотр стоматолога у детей. Это начиная буквально с рождения и заканчивая подростковым возрастом. Ну а также у детей с аномалиями развития зубочелюстной системы. Есть такие уроженные аномалии, где обязательно диспансерное наблюдение должно быть за этими людьми. Взрослые в этой степени как-то ответственность возлагается на самого человека. То есть человеку дается такое право и необходимость самому своевременно заботиться о профилактических посещениях стоматолога. Тем более, что в рамках ОМС можно проводить его, и кто имеет страховку по обязательному медицинскому страхованию, это проводится бесплатно в государственных поликлиниках. Да, мы как раз подошли к вопросу, что может получить пациент в рамках ОМС. Ну, существует так называемая территориальная программа обязательного медицинского страхования. В эту программу входит очень большой перечень заболеваний как терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии. К сожалению, не входит туда протезирование в программу обязательного медицинского страхования. И ортодонтическое лечение, то есть это исправление прикуса, входит это у детей, и то частично не все виды работы. То бишь пациент, человек, имея полис обязательного медицинского страхования, повторюсь, государственных, муниципальных, на сегодняшний день муниципальных уже отсутствует, государственных бюджетных лечебных учреждений, имеет полное право воспользоваться этой услугой. Однако есть один нюанс, что при закупках материалов, инструментов, технологий, как правило, выигрывают не самые последние, так скажем, разработки. И, как правило, это отечественные производители, потому что по понятным причинам производятся на территории Российской Федерации, и цены на них меньше. И поэтому пациент не может выбрать тот или иной стоматологический материал, ту или иную технологию. Сказав, я хочу вот это, это просто-напросто эта технология или этот материал не проходит торговые процедуры конкурсные. Поэтому те материалы, которые в рамках УМАЭС поликлиника закупила, те материалы применяются. Если начинается у человека желание что-то более совершенное, более последних разработок, для этого уже лечебные учреждения предлагают платные услуги. А есть у нас коммерческие клиники, в которых есть услуга пролечиться в рамках УМАЭС? Коммерческие стоматологические кабинеты, практики, учреждения, если покрупнее, не очень охотно идут в систему обязательного медицинского страхования. Но есть. Порядка пяти стоматологических учреждений на территории края сегодня работают в системе обязательного медстрахования. Есть в городе Краснодаре и в нескольких районах Краснодарского края. Их не, так скажем, рьяное желание войти в систему обязательного медицинского страхования еще сказывается небольшим тарифом. То есть фонд обязательного медстрахования через страховые компании не так много тратит с тем, чтобы там была какая-то прибыль для коммерческой организации. В лучшем случае покрывает только расходы. И вот в тех видах и технологиях, о которых я сказал ниже. Поэтому вот порядка пяти, может быть, шести учреждений коммерческих, которые пробуют свои силы и в системе обязательного медстрахования. Продолжая все-таки вопрос про платные клиники. Ну там, видимо, какой-то ужатый перечень услуг в рамках ОМС. Да, перечень услуг не назовешь его ужатым. Это можно, во-первых, ознакомиться на сайте любого лечебного учреждения. Любая поликлиника, которая работает в системе ОМС, будь то государственная, будь то частная, обязательно в холле имеется этот перечень, утвержденный государством. Это лечение кариеса, его осложнений, это удаление зубов, касается, если хирургической, небольшие операции. То есть все то необходимое с тем перечнем заболеваний, которые человек может обратиться за стоматологической помощью. В перечень заболеваний как государственных, так и в частных лечебных учреждениях, повторюсь, не входит зубное протезирование. То есть протезирование в эту систему не входит. И ортодонтическое лечение, применение брекет-систем и элайнеров. Обычные пластинки, но они эффективны только в детском возрасте, уже в подростковом возрасте эффективность их снижается. Поэтому здесь речь не в ограниченности услуг, а в тех, что эта услуга государству для коммерческой, да и для государственной поликлиники не настолько адекватно стоит. понимаете, потому что вот если брать коммерческую поликлинику, любая его цель – это заработок, это прибыль. Ну да, и на этих услугах они много не заработают. Это понятно, да. Если вы говорите, что они используют более дорогостоящие материалы, у них, наверное, должен быть наплыв по полисам. Нет. Дело в том, что коммерческая поликлиника, когда работает по ОМС, она тоже вынуждена купить те материалы, чтобы уложиться в этот тариф. А, все, поняла. А я думала, они используют как раз-таки свои закупочные материалы. Потому что, ну вот я вам скажу, что, допустим, лечение кариеса, ну там, без каких-то дополнительных услуг, вот самый-самый небольшой кариес пролечить, страховая компания по обязательному медицинскому страхованию платит до 200 рублей. Ну вот понимаете, что за эти деньги на сегодняшний день уложиться очень трудно. Для государственной поликлиники это возможно за счет большого объема, что туда приходит много людей. А когда маленькая практика, там, одно-два кресла, им уже это становится цена нерентабельной. Конечно, невыгодно. А скажите, а может ли получить помощь у стоматолога приезжий человек, ну скажем, кто приехал сюда отдыхать? Да. В государственных стоматологических поликлиниках или в тех поликлиниках, которые коммерческих работают в системе обязательного медстрахования, любой человек может получить помощь по полюсу обязательного медстрахования, ну соответственно, бесплатно. Для этого он должен предъявить полюс и паспорт. Опять же, однако скажу и наш совет профессионалов, стоматологов, что не следует совмещать отдых с лечением, с санацией, с плановой санацией, так и с плановым лечением у стоматолога. Когда люди приезжают отдыхать, нужно отдыхать. Конечно, если случилась что-то, острая бурь, да, да, какая-то, или там кололся, бывает все на отдыхе, шашлыки бывает, и открытие бутылок там с зубами и все прочее. Другой что-то случилось, безусловно, помощь здесь окажется. Даже если человек обратится и по поводу, ну просто кариеса, поликлиника не имеет права отказать. Но иногда план лечения, если взять, допустим, осложненный кариес или, допустим, удаление зубов, после удаления еще несколько посещений бывают необходимы для так называемых перевязок, контролем с залонкой. Или при осложненном кариесе пульпите или передонтите требуется посещение, там, порядка трех-четырех до пяти посещений, иногда даже больше. И это может не уложиться в рамки отдыха, который человек запланировал. И путь-дорогу отправляться, будь то на самолете, будь то на поезде с еще недолеченным зубом, это достаточно риск. Поэтому те, кто приезжает на отдых в Краснодарский край, мы бы советовали сперва просонироваться, здоровиться, полосы, а потом милости просим. Скажите, существуют ли в крае, проводятся ли какие-то профилактические мероприятия и какие? Да, профилактические мероприятия проводятся. Есть такая программа «Край здоровых улыбок». Она очень достаточное время работает, длительное. Она сводится к тому, что каждая стоматологическая поликлиника в районном центре время от времени проводит так называемый день открытых дверей. То есть это школа профилактики. То есть приглашаются люди с того или иного населенного пункта, где проводится с ними беседа врачей-стоматологов, как правильно ухаживать за зубами, как правильно профилактировать основные стоматологические заболевания. Проводится осмотр, выявляется проблема у тех людей, которые пришли. Ну и как бы уже составляется некий план для человека, когда, какого специалиста ему нужно посетить. Ну и зачастую такие дни приурочены к нашим профессиональным праздникам. Мы свой профессиональный праздник отмечаем именно вот таким вот образом. Это вот основные профилактические мероприятия. И еще профилактические мероприятия – это работа с детьми. То бишь, ну уже это традиция, некая обязанность для наших коллег проводить осмотры детей в школах, выявлять детей, которые нуждаются в лечении, в санации. И уже дальше с согласия родителей приглашаются в стоматологическую поликлинику, и там проводится санация. Вот это основные профилактические мероприятия. Ну а также и ваш покорный слуга, и мои коллеги, и главные врачи стоматологических поликлиник при приглашении в различные средства массовой информации популяризируют профилактику в первую очередь, гигиену полустиртопета, потому что это самый дешевый, самый простой метод избежать стоматологических заболеваний, сберечь время, нервы, да и деньги. Тоже немаловажно. А появились ли какие-то новые методы лечения в стоматологии? Понятно, что мы там движемся, шагаем вперед. Да, ну стоматология, наверное, одна из мультидисциплинарных таких отраслей в медицине, в которой имеется сплав и техники, и технологии, и химии, и цифрового протокола. То есть вот новые технологии врываются в стоматологию каждый год, ну что называется, семимильными шагами. На сегодняшний день из таких нетрадиционных, как бы уже бормашина, там кресла, к которым привыкли, это применение лазера в стоматологии. То есть при помощи лазера лечатся заболевания и слизистые. Небольшие операции амбулаторные выполняются при помощи лазерных установок. Заболевание того же парадонтита при помощи лазерных установок стоматологических проводится уже в широкой практике. Уже говорил цифровой протокол, то есть зубопротезирование очень часто и все больше и больше набирает обороты применения цифровых технологий. То есть это внутриротовые сканеры, планирование той или иной конструкции, которая показана пациенту в цифре и изготовление в цифровых зуботехнических лабораториях. Причем доходит до того, что эта лаборатория не обязательно, как раньше, должна находиться через стенку. Эта лаборатория может находиться в другой стране. То есть на сегодняшний день это уже стало практикой. В том числе в Краснодаре. Сказывается на дороговизне, да? Вы знаете, если брать цифру, то все девайсы со временем становятся дешевле. Если раньше мы могли только мечтать об этих технологиях, то на сегодняшний день с каждым годом применение цифровых технологий потихонечку в цене падает, как это ни парадоксально. Потому что они, если раньше была редкость, это были уникальные специалисты, сейчас тоже хочу сказать, их не так много, то на сегодняшний день их становится больше, конкуренция среди них возрастает и, соответственно, цена с каждым годом на цифровые технологии, применяемые в стоматологии, нападает. Еще хотела спросить насчет протезирования. Вот сейчас прямо это даже какая-то мода, знаете, гонка вот за этой искусственной красотой. Что бы Вы посоветовали? То есть делать протезирование по необходимости, по медицинским показаниям или можно, в принципе, если там позволяют средства, обновить все во рту? Ну да, тотальное протезирование винирами на сегодняшний день это в большей части дань моде, я бы сказал. Модно быть успешным, здоровым, подтянутым с голливудской улыбкой, это безусловно. Но если, ну, к сожалению, вот такую голливудскую улыбку не всем, как говорится, Бог дал, да, там можно подтянуть здоровье в фитнес-клубе, правильным питанием, вот, но, к сожалению, чтобы сделать голливудскую улыбку, это необходимо тотальное протезирование винирами. Это нельзя назвать безобидной процедурой, во-первых, она достаточно трудоемкая, как для врача, так и для пациента, материально затратная, так скажем, для пациента, ну и я хочу сказать, что она не на века. Вот. А, да, я думала, что прям. Да, нет, это не навсегда. Мы же пользуемся фарфоровой посудой, порой качественной, хорошей, дорогой, но не каждой тарелкой, там, или каждым сервизом мы можем пользоваться от начала жизни, там, подаренным на свадьбу, и он дойдет до золотой, там, или до платиновой свадьбы. Что-то разобьется, что-то сломается. Ну и еще один нюанс, даже если очень аккуратно ухаживать, соблюдать все рекомендации врача, есть некие физиологические моменты, на которые я хотел бы обратить внимание наших телезрителей. Это физиологическая атрофия десны. То есть, если вы замечали людей пожилого возраста, у них зубы кажутся как бы длиннее. Почему? Они не выросли. Это у них села десна. То есть, у каждого нас с годами она проходит свой путь. И вот если сейчас винир мы сделали до пришельчной области, очень точно, очень квалифицированно, и он вот граничит с десной. Проходят годы, и что получается? Десна уходит вниз, и обнажается шейка зуба. И эти виниры нужно будет переделывать. То есть, это пациенты должны отдавать себе отчет, ну, как скажем, продвинутый стоматолог, правильный стоматолог всегда об этом предупредит. И наши пациенты должны это знать. Поэтому, если где-то есть небольшой там с точки зрения пациента дефект, это наоборот зачастую придает некий шарм. Когда абсолютная симметрия, это не значит очень красиво. Вот. Поэтому, когда действительно есть какие-то показания, когда какие-то выраженные дефекты, цвет порой зачастую не устраивает людей, здесь можно пойти, конечно, на эту процедуру с согласованием врачей. А вот сделать себе раз и на всю жизнь голливудскую улыбку, наверное, не получится. Ну что ж, спасибо вам за интересную беседу. Всего доброго. Спасибо.